Надежда Большакова. Как ягоды в тундре получили свои цвета. Когда иммель, бог, посыпал землю семенами ягод, на южной части он загляделся на деревья, которые раньше высадил и которые выросли великолепными исполинами, и нечаянно просыпал почти все семена. Осталось у него всего пять семечек. Делать было нечего. Килул он их в чар емне и решил посмотреть, что будет дальше. Семена взошли и цветами раскрываться начали. И вот тут задумался иммель Айя, какой же цвет придать ягодам? И пришло ему на ум позвать своих детей на помощь. А дети у него были. Солнце, пеев, вода, чадьс, земля, емне, небо, альм. Вот, дети мои, что я вам хочу предложить. Надо ягодам разный цвет придать, так как мало семян у меня на эту часть осталось. Пускай хоть ягоды украсит тундру. И как появится первая ягода, кто-то из вас ей тут же цвет пусть свой придаст. Внимательно всматриваются в завязи дети Бога. Никто не хочет своей удачей упустить. Да слишком уж затянулось ожидание. Ждали, ждали и решили немного передохнуть. Только они на отдых устроились. В это время ягодина первая взяла и разорвала свою чашечку. Заприметил это луч солнечный и вошел в нее. Осветив ягоду, словно маленькое солнышко вселилось в нее. Налилась соком янтарная ягода. Того и гляди, лопнет на глазах у всех. Такой ее увидел иммель Бог. Пеев назвал ягоду лум. И, конечно, мороженое всем понравилось. Ждут-пождут дальше дети, а с ними и отец их Бог. Терпение их вознаградили сразу две ягоды. Небо глянуло на одну из них и голубизной своей обрызгало. Имя да в ягоде – Ухпунш, голубика. А когда Чац вторую заметила вместе с Эльмень небом, они синевы добавили и название ей дали сарь ягода, что в народе стало черникаю. Тут гора ревностно тень отбросила, заслонив от всех свою ягоду, превратив ее в черный глаз. Чумнеш ягода под горой рассыпалась, в себе сок накопив освежающий. Птицы, звери – все любят испить ее. А больше всех она вороне понравилась. Слетела птица в заросль и давай ягоду с веточек общипывать. Да так ловко она это делала, что самого Эмиль Айя рассмешила. Вороника, вороника, пусть так зовется эта ягода. Пока они за вороной наблюдали, про пятую ягоду забыли совсем. А у той колокольчики все висят да висят и не хотят совсем превращаться в ягоды. Бежал олень Шур-Урт-Мильте по большой горе. Поранил об камень ногу свою, но в горячке бега не заметил олень, как кровь его на ягоды капала. А когда гора превратилась в прекрасный ковер, он обратил на себя внимание. Рубсес ягода на горе появилась. Эмиль, бог на оленя, с удивлением посмотрел, остановил его и сказал, «Ты нечаянно ягоде цвет крови придал, так назови же сам ее». Не умел олень слова выговаривать. Из горла его лишь один звук вырвался. «Йонг» звук тот был. С тех пор стали сам Ольме называть эту ягоду «Йонг», что означало «брусника ягода». Так вот все лето на севере цветут, созревают ягоды. Хоть и немного видов Господь Бог дал нам их, зато все основные цвета в тундре имеются. Начиная с белых цветков морожковых, листьев буро-зеленых ягодных до чумнеш вороньего лакомства. Субтитры подогнал «Симон»